Я давно обдумывал эту статью Говорят, что Пьер де Кубертен уже давно переворачивается в гробу от засилия коммерции и допинга в спорте. Говорят, что спорт и здоровье – две вещи несовместные. Пусть говорят. Есть один аргумент, компенсирующий это все с лихвой. Нет, не тот, о котором вы подумали. Разумеется, большой спорт нужен для того, чтобы нам было на кого поставить в тотализаторе. Но сейчас я имел в виду нечто более глобальное. О, спорт! Ты мир! Этот знаменитый афоризм придумал опять-таки Пьер де Кубертен. Его даже успели превратить в шутку. О, спирт! Ты мир! Так утверждают закоренелые спиртсмены-алкоголики. Но сейчас я серьезен. И полагаю, что данный афоризм Пьера де Кубертена следует вообще-то понимать в прямом смысле. Да-да, именно в прямом. Вот представьте себе, что спорт высоких достижений возьмут и отменят. Причем сразу все виды, а их очень много. Как вы думаете, чем тогда займутся бывшие спортсмены? И чем бы они занимались, если б не было большого спорта? Вы учтите, что это ребята очень энергичные. У них пассионарность зашкаливает, у них адреналин зашкаливает. Потому они рвутся к победам. Правильный ответ. Когда не было большого спорта, подобные люди занимались войной. Война была тогдашним спортом. Тарас Бульба с сыновьями не дадут соврать. И так продолжалось до XIX века включительно. Правда, золотые головы еще в Древней Греции придумали, как отвлечь народ от войны хотя бы частично. Полностью не получится, но хотя бы частично. У них же там постоянно междоусобицы происходили. Вот и были придуманы Олимпийские игры, чтобы этих междоусобиц сделать поменьше. Чтобы народ свою энергию выплескивал не на войне, а на соревнованиях. И нынешний большой спорт выполняет ровно ту же задачу. Конечно, сейчас начнутся возражения. Но ведь они жрут допинг, а жрать допинг западло. Да, согласен, западло. Но сейчас весь большой спорт уже давно стал коммерцией. Да, согласен, он стал коммерцией. Да он просто вреден для здоровья. Да, согласен, он весьма вреден для здоровья. Но вы же понимаете, что из всех зол нужно выбирать минимальное. Спорт высоких достижений – это то самое минимальное зло как раз и есть. Он далеко ушел от принципов Декубертена, но продолжает выполнять основную задачу, ради которой старался Декубертен. Пусть криво, косо, но продолжает выполнять. Тут могут возразить с другой стороны. Да сколько тех спортсменов? Что они составляют заметный процент всего человечества? Отвечаю. Согласно теории Гумилева, пассионарных людей много и не бывает. Они составляют сравнительно небольшой процент населения. Но при этом дров могут наломать столько, что мало не покажется. Вот и выходит, что надо собрать самых энергичных пассионарных людей и канализировать их энергию в нужное русло. В мирное русло. А то хуже будет. В общем, большой спорт – самый подходящий инструмент, чтобы отучить человечество от войн. Причем пассионарные люди, ушедшие в спорт, не будут подвергаться там истреблению, как на войне. Видите, кругом сплошные плюсы. Об этом надо помнить, прежде чем ругать профессиональных спортсменов за допинг, вред здоровью и все такое прочее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова